Неслабый пол, а роль женщин в социально-экономическом развитии страны неуклонно повышается. Представительницы прекрасной половины человечества занимают весомую долю мест в депутатском корпусе, в органах исполнительной власти. Немало их и среди предпринимателей. Это лишний раз подчеркнул региональный форум деловых женщин. В его работе принял участие Акимов власти Галия Искалиев, а также делегаты из других регионов страны. Все подробности далее. Рахимас Агиева имеет два высших образования, юридическое и финансовое. Сидел дома какое-то время, да потом устала. Нашла пять лет назад отличное хобби – создание элементов национальной одежды. Правда, из увлечения это переросло в настоящий бизнес. Теперь Рахимас среди участниц форума деловых женщин. Здесь она вместе со своим ассортиментом. Любое дело спорится, лишь бы было желание. На изготовление этого изделия у меня ушло 10 дней. Например, чтобы сделать эту подвеску, я использовала новые материалы. Помимо Рахимас Агиевой на выставке, которая прошла до начала форума, ряды заполнили немало рукодельниц. С ассортиментом ознакомился и Акимов власти Галий Искалиев. Он отметил, что государство старается поддерживать все начинания бизнесменов. Подобные инициативы имеют благотворное влияние на социально-экономическое состояние региона. Также в работе форума приняли участие представители Актюбинской, Атыраусской и Североказахстанской области. Главная цель прибывших делегатов – обмен опытом. Я надеюсь, будет встреча, B2B-встреча, где наши женщины-предприниматели могут поделиться опытом, обменяться какими-то общими впечатлениями, целями, задачами. Ну, Атравская делегация в составе шести прекрасных дам посетила этот форум. На сегодняшний день в регионе более 119 тысяч субъектов бизнеса. В руководстве около 30% представительницы прекрасного пола. Если в цифрах, то это примерно 22 тысячи женщин. Из них 1607 в сфере сельского хозяйства. К слову, каждые оказывают весомую поддержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Во время выступления на форуме Аким области подчеркнул, что помощь будут оказывать и в дальнейшем. Желаю всем вам, конечно, успехов в новом году. Мы будем поддерживать все хорошие экономические начинания. Женщина играет, конечно, большую роль в обществе. Кто-то говорил, что 365 дней в году женщина практически не отдыхает. Она дома или воспитывает детей, ухаживает за своей семьей, ухаживает за старшими поколениями. А те, которые еще умудряются сами зарабатывать, участвуют в общественной жизни, конечно, они достойны двукратного уважения. На прямой связи с участницами форума была и председатель Национальной комиссии по делам женщины семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Ляза Трамазанова. В режиме онлайн она пожелала всем успехов и процветания. То, что сегодня в Казахстане принято и начало, взято в старт на реализацию проектов по поддержке женского предпринимательства, в первую очередь открытие во всех регионах, в ближайшие перспективы, в следующий год, 17 ресурсных центров поддержки женского предпринимательства, это доказательство того, что активность и активное участие женщин в предпринимательстве важно в государственной политике. Выступили также депутаты Сената и мажори со стороны Ляза Транспекова и Снежана Ямашева. Они отметили, что развитие гендерного равенства в Казахстане – это очень важная тема, которая находит свою реализацию, в том числе благодаря подобным проектам. Приветственное слово участницам форума сказала и председатель регионального совета деловых женщин. Совет деловых женщин Западной Казахстанской области, будучи постоянно действующим совещательно-консультативным органом филиала Национальной палаты Атамикен, видит свою основную миссию во всесторонней поддержке и продвижении мер, необходимых для развития женского предпринимательства. Безусловно, хорошим подспорьем стал проект Национальной палаты Атамикен «Бизнес Бастау». Здесь доля женщин тоже значительная и занимает более 42% от общего числа. Сегодня выпускницы Бастау в рядах совета деловых женщин. Специально для них организуются мастер-классы на действующих бизнес-предприятиях. Основная задача форума заключалась в следующем. Успешные бизнес-вумен региона рассказали о своих достижениях, а начинающие предпринимательницы поделились с участницами новыми проектами. Галий Скалеев отметил, что будет оказана всесторонняя поддержка. У нас есть в районах тоже колледжи, можем в управление отдать. Можете совместно с кем-то, если одной тяжело, с кем-то взять, какие-то колледжи наши. Внутри школ, я тоже в Терептинском районе, в Покатиловке, видел хороший пример. Внутри школ можно помещения предоставлять. У нас школы большие, иногда с запасом мы их делаем. Можно помещения там под швейные цеха, под кондитерские давать, потому что каждый квадратный метр должен работать. Если это государственное имущество, коммунальное имущество, если вы видите, что оно пустует, можете обращаться к Акиму района или округа. Он обязан будет помочь вам. По итогам форума была принята резолюция по ряду направлений. Она затрагивает социально-экономическую, культурную и гуманитарную сферы региона. Также благодарственными письмами наградили тех женщин, которые внесли особый вклад в развитие бизнеса в области. Алексей Кочемасов, Рустим Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.